ПТСАУ 4 уровня ПТСАУ на базе танка ПЗК ПФВ-38 Орудие ПАК-40, либо ПАК-36Р, устанавливалось в открытой сверху и сзади рубке. Принята на вооружение в конце 1942 года. Пускалась серийно до середины 1944 года. Применялась до конца войны. Предшественник ПТСАУ стюк 3 АУСБ и ПЗСФЛ-4С. Вот теперь вы знаете, что наш Мардер был не только на бумаге, но и существовал в истории немецкого танкостроения. ДЕРЕВО ИСЛЕДОВАНИЯ МОДУЛЕЙ Итак, стоковый танк выглядит как показано в верхней строке таблички. Порядок прокачки такой. Так как на стоковую ходовую почти ничего не поставишь, качаем ее в первую очередь. После чего ставим более серьезное орудие, желательно проскочив промежуточно и сразу поставив сток, если получается. Потом качаем двигатели, чтобы показать этим зазнавшийся светлякам, у кого скоростей здесь поболее. И кстати, топовый двигатель будет установлен также и наборщик, который аж на восьмом уровне. Ну это если вас порадует вдруг неожиданно. Ну и наконец берем радиостанцию. СХЕМА БРОНИРОВАНИЯ Брони у Мардера почти нет. И пусть вас не смущают листы в 50 мм во лбу ПТ. Игроки как правило стреляют нам прям в рубку, а там у нас всего лишь 15 мм брони. Поэтому опасаемся всех, особенно боимся той техники, которая стреляет осколочно-фугасными снарядами. Они могут нас отправить в ангар с одного попадания. И это просто, ну, в общем, не светитесь, ребят. Экипаж. Экипаж мы качаем классически для так называемых хрустальных ПТ-САУ. Первой сборкой навыков командиру Лампочка. Остальным маскировочек. Второй сборкой идет маскировка командиру Мехводу Плавный Поворот Башни Радисту Радиоперехват. Третьим пунктом командиру Орлины Глаз, Мехводу Король Бездорожья, Радисту Изобретателя Заряжающему Интуицию. Четвертой сборкой берем Всем Боевое Братство. Под такими сборками наш Мардер будет невидим и смертоносим. Оборудование, Снаряжение и Боекомплект. Из оборудования обязательно ставим орудийный досылатель. У нас и так неплохая скорострельность на топовом орудии, но с досылателем будет еще быстрее. Стереотруба тоже пригодится, чтобы видеть дальше и лучше. Естественно, берем маскировочную сеть, без нее никуда. Снаряжение стандартно. Аптечка, огнетушитель и РМ-комплект. Боекладочка у нашей ПТшечки маленькая, поэтому даже не думайте пихать туда осколочные фугасные снаряды. Можете взять чуть-чуть подкалиберных, если финансово независимых. Но помните, обычных бронебойных хватает, чтобы продевать почти всех на любых уровнях боев. Плюсы и минусы. Пробежимся по плюсам и минусам, чтобы лучше представлять, что за зверь такой Мардер. Плюсы. Точное и скорострельное орудие. Хорошая подвижность. Отличный угол горизонтальной наводки. Хорошая маскировка. Минусы. Практически полное отсутствие брони. Небольшой боекомплект. И открытая рубка. Очень унизима для фугасных снарядов. Тактика. Тактика на Мардере стандартна для ПТ. Стоим в кустах и стреляем. Друзья, помните, что можем стрелять по своему засвету, если есть рога. Старайтесь не попадаться в прицел вражеским танкам. Слишком коротка жизнь 38Д после вражеского засвета. Помните, хорошая динамика позволяет делать быстренькие перебежки на другой фланг и нападать зазевавшемуся противнику. Сравнивать мы будем ПТ в топе с другими топовыми одноклассниками. Урон бронебойным снарядом самый маленький на уровне среди ПТ. 110 единиц. Урон в минуту при этом является средним для ПТ. 2062 единицы. Но для всего 4 уровня такой урон находится на 9 месте, что в общем-то внушает как минимум уважение. Отличное пробитие 108 мм. И 4 место среди одноклассников. Сверхточность. Разброс на 100 метров 0.35. Нас обходит только несколько советских танков. Время сведения также лучшее на уровне, если не считать читерский ТЗК ПФВ Б-2. И составляет полторы секунды. Массы у Мардера почти нет. 10,81 тонны. Дамы и господа, старайтесь не попадать под таран и уж точно не тараньте сами. Итог. Мне кажется, Мардер 38Т настоящая имба на 4 уровне среди ПТ. Если вы любите стоять и уничтожать вражескую технику, то это ПТ создано специально для вас. Комфортное пробитие, без использования голды. Что может быть лучше для экономичных игроков, которые играют по фану, а не ради уровней. Всем спасибо за внимание. Не забывайте заглядывать в описание к видео. Там есть полезные ссылочки на соцгруппы и не только. Я же с вами прощаюсь и до новых встреч в следующих видео.